Давайте начну с того, что, во-первых, всех поздравить с началом сезона. Спасибо. Пожелать удачного выступления вашей команде, нашей команде. Поздравить с победой хозяев. Теперь, что касается игры. Ну, вот этот быстрый пропущенный мяч, я как бы не могу сказать, что он, в общем-то, вытекал из логики матча, и хозяева там сильное давление на нас оказывали. Вот, но то, что мы, как бы, пропустили этот мяч, в общем-то, наверное, будем так говорить, из-за своей ошибки, в общем-то, ошибку, которую мы совершили на своей половине поля, перед штрафной площадью, он обернулся, в общем-то, забитым мячом. Другой вопрос, то, что мы не преуспели в созидании, особенно это касается первого тайма, то, что мы были не столь убедительны в атакующих действиях, это, наверное, надо признать. Вот. А, ну, то, что соперник, я говорю, выжил максимум из того, что, в общем-то, имел в первом тайме. В общем, они изобили, ну, изобили вот этот мяч. Теперь, что касается второго тайма, ну, я думаю, что, в общем-то, и счет, наверное, как бы, будем так, заставлял нас играть более активно. И, в общем-то, и, наверное, если брать, как бы, вторую половину игры, в общем-то, наверное, мы, я думаю, что создали не меньше, будем так говорить, опасных моментов у ворот соперника. И думаю, что все же на забитый-то мяч мы наиграли. Ну, в итоге, как бы, если так вот констатировать игру, в общем-то, из того, что было у нас, мы, к сожалению, не смогли из этого извлечь для себя какую-то выгоду. А соперник, в общем-то, ну, наверное, имея, наверное, четыре, будем так говорить, возможности для взятия ворот, использовал две. Вот такой мой комментарий к игре. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги. Прошу, да, прошу вас. Сидор Васильевич, известно, что Воронеж, в общем-то, футбольный город, где любят, публика ходит в киностадион. В прошлом году ваша команда, получается, последнее место заняла, должна была покидать, но все-таки осталась ФНЛ. И вот хотелось бы... Не только наши. Да, там пять команд, естественно, так получилось. Мы рады за вас. Да, мы рады за вас. Спасибо. Потому что город, где любят футбол. Но хотелось бы узнать, что вообще, насколько руководство региона, города настроено, чтобы, ну, ваша команда какие-то задачи может ставиться, чтобы она играла в ФНЛ, дальше какие-то задачи решала. Однозначно, руководство настроено очень серьезно, в этом плане, будем так говорить, оказывается, ну, в общем-то, большая поддержка команде. И я думаю, что, в общем-то, мы, ну, по крайней мере, со своей стороны постараемся все сделать, чтобы, ну, будем так говорить, воронежский футбол был, наверное, на том уровне, на котором, как бы, достойны его болельщики. Спасибо. Еще вопросы? Прошу. Сергей Васильевич, вы 40 лет назад начинали карьеру в Новосибирском Чкаловце, играли здесь, на этом стадионе, то есть вам 18 лет тогда было, то есть какие-то остались приятные воспоминания, может, вот, после этого вы, наверное, не были, после тех двух сезонов в Томске? Ну, мы сейчас вот, когда шли, будем так говорить, на пресс-конференции, мы сейчас вот только вспоминали, будем так говорить, это время, да, во-первых, я говорю, Томск для меня, ну, еще раз я говорю, такое приятное воспоминание оставляет этот город, вот, ну, я думаю, что вы же хорошо знаете вашего вот этого форварда, Сашу Никулина, с которым у меня вообще, как бы, такие, в общем-то, будут, так говорить, очень близкие отношения, это чуть ли не как мой старший брат, так говорить, вот. То, что, как бы, вот эти вот, ну, тогда, тогда я говорю, вот, запоминающий матч, который у меня, как бы, отложился в памяти, это вот, когда был региональный, региональный турнир, когда мы играли за попадание на Спартакеаду России, в общем-то, мы здесь обыграли хозяев, обыграли хозяев, и вместе с Кемеровской областью мы поехали на финал, вот, именно в город Воронеж, и, в общем-то, там, вот так говорить, боролись за этот титул. Вот, и, опять же, я говорю, первая игра, которую я, ну, в которой я принял участие, как раз, выпало играть с Воронежской областью, в которой, в которой команде на то время играли такие футболисты, как Папаев, Пимушин, Муханов, в общем-то, ну, будем так говорить, такие футболисты, которые вы, я думаю, знаете по, будем так говорить, по советскому футболу. Вот, так что я говорю, с Томского у меня связаны самые, будем так говорить, приятные воспоминания. Ну, как тяжелая игра, как и ожидалось, потому что мало времени было на подготовку, три недели, нужно было собрать команду, еще функционально подготовить, еще тактически подготовить, поэтому не все получалось по ходу игры. Начали, в общем-то, неплохо, затем мяч потеряли, контроль над мячом, в общем-то, инициативу потеряли. Второй тайм взаименно сделали, казалось бы, выровняли, второй был забитый, стали праздновать, получили три убойных момента, которые просто другой соперник, боюсь, что не простит. Ну, как первая игра, опасения были всегда, почему, потому что три игры контрольных, очень мало времени на исправление ошибок, там, какую-то тренировочную работу, но тем не менее, считаю, что ребята справились. Не совсем у нас в первом тайме получалось справиться с эмоциями, много было потерь на простых мячах, с полем боролись. На базе одна трава здесь другая, поэтому быстро атаки не получались, вроде толкая мяч вперед, убегать, а мяч не двигается, поэтому и с этим проблема была. Ну, в святую характер проявили, никому брекнуть нельзя, все играли по требованию, не все получалось, но посыл есть такой, что, в общем-то, будем двигаться дальше, в правильном направлении, в нужном ритме, справляться с эмоциями. Хорошо, что первые, первую игру выиграли, какая-то уверенность появится у команды, что мы правильно все делаем. Вот, в общем-то, так. Спасибо, ваши вопросы, прошу, прошу вас. В обороне вопрос, то есть, как самая обновленная линия, наверное, у нас, как на ваш взгляд? Ну, вот, до второго гола, как оказалось, все нормально, похоже, мы при счете 2-0 закончили играть, поэтому три момента и создали сами себе, создали, опять же, там, в середине поля, вместо того, чтобы надежно сыграть, стали творчеством заниматься, играли мяч на простых мячах и ответ на атаки получили. А так, по качеству, игровым качествам, и Шумовских, и Клещенко считаю, что это хорошие защитники для СНЛ. В общем-то, Клещенко у нас достаточно молодой, который при всех его качествах еще парень на вырост, поэтому есть надежность, что еще добавим в обороне надежности. Неплохо сыграл Салаев, хотя вот это взаимодействие опорного и центрального защитников, наиболее сложное, мы в прошлом году как-то могли по меркам, по позиции поставить, чтобы эту зону заполнить. Здесь Лебеденко очень хорошо открывается между линиями, поэтому были опасения. Так, в общем-то, сыграли более-менее надежно. И замена Тихова еще я хотел. Он все-таки вроде как бы защитник заявленный. Но у нас и проблема большая. Проблема большая линейных полузащитников. У нас пока, так на сегодняшний день, Кухарчук, такой стабильный игрок стартового состава. Стасин пока на вырост, Кудряшов на вырост. В общем-то, и все, больше нет ничего. Я знаю Тихова по Воронежу, он против нас играл полузащитника. Я перед игрой спросил, ты, если что, можешь сыграть? Ну, в принципе, он атакующий полузащитник. Защитник по атаке, он может сыграть хорошо. Может быть, творчества не хватает, а линейного, хорошего сыграть может с подачей. В общем-то, он и добавил движение в новославный. Кухарчук долго жаловался, что сил нет. Доталового держали. Додержали у меня в Воронеже в мае тоже. Не могу, не могу, забил гол. Я говорю, я тебе больше верить не буду. Все, сегодня то же самое. Меняй, меняй. Я говорю, да терпи. Еще сделал рывок, еще исполнил, забил. Да, потому что футболисты, им кажется, что все, сил нет, а потом ситуацию создали, и все, и бежать надо. Ноги сами не бежали. Да, но когда исполнил, рухнули, мы поняли, все надо. Что, мучить? Прошу. Валерий Кузьмин, много новичков в команде, больше 12 человек. Примерно все одного возраста, в общем-то, 24-26 лет, так посмотрел. Вообще, как вот тренируются, какой настрой у футболистов, и какой вы видите потенциал для этой команды? Потенциал всегда видится перспективный, да, если у тебя такой игровой возраст, 25-26 лет. И там, руководство об этом думает, поэтому подписывают на 2-3 года. Главное, чтобы не ошибиться в ребятах, поэтому здесь, это первая игра, все, каждую неделю, каждая игра будет проверять нас на прочность. Поэтому, а так, 3 недели работали очень качественно, и нагрузки были приличные, и, в общем-то, никто, никто не роптал, никто не сдавался, и, в общем-то, 3 недели работали очень хорошо. Были опасения, что в каком состоянии подойдем к первому туру, потому что все-таки и жара, и 2-х раза тренировки там, и разное состояние функциональное, люди приезжали, уезжали, и до сих пор приезжают. Обычно сегодня Фомина поставил буквально 3 тренировки, спросил, 20 минут выдержишь? Потому что, ну, напрашивал 2-го поляника. Какие варианты? Гвинейский и Фомин. Ну, Гвинейский, может быть, и хорош, но он мог с горячей головой натворить что-то особенное на эмоциях. Поэтому склонялись к позиции Фомина и, в общем-то, закрыли, хотя парень совершенно не готов. Мы сегодня компьютерно обстоятельно провели, в общем-то, там состояние такое еще далекое от оптимального. А так, в общем-то, команда по функциям более-менее выровнялась. Вот кто 3 недели тренировался, сейчас пойдем от тура к туру посмотреть, кто лучше, кто хуже отсюда составит. Хотя бы так появились варианты, имея схемы, там, можем 4-4-2 сыграть, можем 4-2-3-1, можем 3-3, как сегодня, 2 инциды. Это, в общем-то, радует. Спасибо, прошу. Еще вопрос. Сегодня не было заявки Борщунова и Макурина. Ну, у Макурина травма на тренировке, наборцы на 100 подвернул. Большину приняли решение, что нужно игровую практику набрать в аренде, потому что центральная зона забита просто. У нас Казаев, у нас Калинский, у нас Фомин, у нас Шалаев, у нас Макурин. Пробовал его в другом сочетании, там, сдвинуть куда-то на фланг, там плохо все получается. Поэтому родная позиция, центральная зона, всю эту конкуренцию проигрывает парень, поэтому решили отдать до зимы в аренду. Ну, там посмотрим на сборы, поедем, уже дальше как будем развиваться. Спасибо. Да, прошу вас. Василий Владимирович, Владимир Владимирович, Национальный агентство «Риотомс». Хотелось бы узнать, сего вам по задачам на сезон и есть ли планы выйти допустим? Задачи на сезон озвучивают руководство клуба. Я просто технический директор, менеджер. Я занимаюсь командой, я готовлю, кажу мотору, определяю состав. Кто играет, кто не играет, улучшил, кто хуже. От меня требуют результат. Задачи? Каждый матч выиграет. Ну да, у нас да. У вас и не озвучивали конкретные задачи? У кого следующих проблем не озвучивали? Я не знаю, если вы не слышали. Следующий вопрос, коллеги. Семенович, удалось много играть смотреть чемпионаты, а вы ребята, может, совместно смотрели. На базе двухразвые тренировки были, поэтому... Не успевали вас? Вот чем мы смотрели, и ночью смотрели. Утом, правда, выходили, приходилось будить. Не с такими разминками интересными, но тем не менее всю программу выполнили. Конечно смотрели, тенденцию, если хотите узнать, в принципе. Команды со звездами уже не работают, а команда звезда уже работает. И Франция доказала, и Бельга доказала, что звезды, когда вкрепление идут в команду, игру в тактику, они достигают результата, которые приехали со звездами и решили, что все, один-два человека сделают. Это не произошло. Это, в общем-то, хороший посыл для развития футбола. Продолжение следует...